«Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Остаток Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут постись и покоиться, и никто не потревожит их. Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божиим. Вы благовестник, спасающий эту эпоху. И давайте вместе унаследуем тот удел, то наследие, которое Бог дал нам. Сегодняшнее прославление было как бапури. Это как собрание разных прославлений, разных хвал, которые были во время конференции. Давайте прославим еще раз Господа за то, что мы можем славить Его и нашими устами, и нашими делами, и даже прославление дети также участвовали в баде ворщип, когда через танец, танцы определенные также прославляли этим самым Господа, чтобы действительно и нашим разумом, и нашим сердцем, и душой, и всем телом, все, чтобы мы это все использовали в своей жизни для славы Господней, чтобы люди могли узнать о Боге, чтобы люди могли узнать о любви Божьей и благодати Божьей. И на этой конференции также, так как повеление Господне — это идти до края земли, ко всем народам, и в этот раз участвовали также ремнанты из океании, из малых островов, таких как Вануату, Фиджи, Тонго, Соломоновые острова и также другие острова, которые там есть, и Австралия тоже была, и также из нашей церкви около 300 человек мы также вместе смогли иметь такое время. было возможность у нас для того, чтобы мы могли переосмыслить также, еще раз, для чего мы живем на этой земле, и направить наши мысли, чтобы мы могли наслаждаться тем, что Бог вместе с нами, и обрести силу для того, чтобы спасти следующее поколение, спасти себя. Да, спасти. Что значит спасти себя? Не означает, что мы не получили спасения? Нет, но чтобы мы могли в этом мире жить, не оставаясь в рабстве дьявола, не оставаясь слугами мира этого, но чтобы мы действительно наслаждались своим статусом, что мы чадо Божье и могли действительно влиять на этот мир, чтобы мы могли, сохранив душу свою в Господе, чтобы мы могли выявить все эти благословения, всю ту силу, которую Бог нам приготовил, могли этим всем делиться и влиять на следующее поколение, и чтобы и мы, и наше следующее поколение, мы могли влиять уже на этот мир, став действительно духовным саммитом. Поэтому, когда мы говорим «спасение себя», это не означает то спасение, о котором спасение от греха, первородного греха и даже грехов, но мы говорим о том, чтобы мы действительно жили настоящей жизнью на этой земле, жизнью чад Божьих, наслаждаясь силой, благословениями Божьими, и чтобы мы жили той жизнью, когда мы являемся источниками благословения для других людей, для наших семей, там, где мы работаем, для наших народов и для всей земли. Поэтому важно, чтобы также были во время конференции время, когда специалисты в своих сферах, и там были специалисты, которые в сфере AI работают, и блокчейн, и криптовалюта, и также связанные с психическим здоровьем, специалисты, которые делились своим опытом, и была менторинг-программа, которая помогала, чтобы тех, которые уже молодежь, молодежь, студенты, которые уже являются студентами, которые, чтобы помочь им сформироваться уже как специалисты, поделиться тем опытом, чтобы они могли также становиться саммитом специализации, будучи саммитом духовным, становиться саммитом специализации и быть людьми, которые могут влиять на этот мир, нести Евангелие, Свет Божий во все сферы, чтобы мы с вами действительно могли наслаждаться, что Царство Божье, оно сходит на эту землю, то, о чем мы молимся всегда, чтобы Царство Божье было как на небе, так и на земле. И среди, конечно, это не что-то, даже в Корее, мы находясь здесь, не обязательно летать в другую страну, можно и внутри Кореи, многие люди, они на самолете, могут летать из Пусана, Сеул, но есть, особенно те, которые прилетели из Вануату, это были люди, из них это дети, подростки тоже, которые впервые вообще куда-то из своего острова даже, где они живут, в другое место куда-то ехали, и тем более первый раз было когда-нибудь на самолете куда-то летели, еще и так долго. В общем, это тоже для них много впечатлений, но важно, чтобы это было для них не просто эмоционально, это хорошо, конечно, тоже такой опыт жизненный, но чтобы больше, чем это, они получили, чтобы в них осталось Слово Божье, осталось духовное содержание, которое поможет им, где бы они ни были, а в каких бы обстоятельствах ни находились, поможет им действительно быть твердыми и непоколебимыми, и быть людьми, которые живут для Славы Божьей, для Царства Божьего. Поэтому я благословляю нашу Церковь, которая также участвует в этом, помогая таким ремнантам, таким святому остатку, тем молодежи, детям из других стран, чтобы они могли приехать также и принять участие. Это бы раз в год вместе в конференции. Мы с вами не просто что-то передаем, материальное, физическое, но мы с вами сами выявляем и помогаем нашим также следующему поколению, чтобы они получили, вошли в удел, который Бог приготовил для нас, чтобы жизнь была действительно жизнью, которая после себя оставляет произведение, и чтобы мы могли оставить действительно настоящее наследие, действительно настоящее наследие, которое не просто материальное какое-то наследие, но наследие, которое будет служить для спасения следующих поколений. И нам с вами, так как мы являемся так же, как мы читали с вами, остаток, святой остаток, Исаии также сказано, что святой остаток. То есть это и есть тот, который, те, которые остались, те, которые сохранены Богом, те, которые Бог приготовил и действует через них, потому что это те, которые в своем сердце хранят Евангелие, хранят Завет Божий, на английском языке, если мы читаем Библию, это сказано ремнант, поэтому мы используем также слово ремнант, как на русском языке можно использовать, как ремнант, как остаток, но ремнант это чтобы с любых стран, с любых народов могли понимать, потому что на разных языках это по-разному звучит, но слово ремнант и на всех языках будет просто как ремнант. И мы с вами являемся тем святым остатком, который осознали Евангелие по Божьей благодати и мы с вами должны помнить о том, что Бог Он всегда действует через вот такой остаток. Есть скрытые люди, которых Бог скрыл. Когда даже, помните, Илья или Елисей также после него, когда Бог сказал Илье, что сокрыл еще 7000 учеников и также те 7000 учеников, которых Бог сокрыл, которые не преклонили колени перед валом, то, что сказал Бог. То есть есть те люди, которых Бог сокрыл, которые не испорчены, которые те, которые будут являться остатком и которые будут теми людей, которые будут передавать эту благую весть. Поэтому как тогда Бог дал Илье послание о том, что есть 7000 учеников сокрытых, также и Павел также он это послание понимал и он искал, когда он шел в любое, куда бы он ни пошел, куда Бог направлял его, он знал, что есть там сокрытые ученики, есть приготовленные Богом ученики. Поэтому что нужно делать? Нужно лишь было провозгласить слово и провозгласив это слово, те, которые Божьи, те, которые верующие, те, которые приготовлены Богом, они отзовутся на это слово. Поэтому в проповедовании ничего сложного нам нужно лишь провозглашать то слово, когда приходит Божье расписание, делиться тем, что Бог становится свидетелями, свидетелями, как слово Божье совершается. Поэтому просто засвидетельствовать об Иисусе Христе и те люди, которые приготовлены Богом, они отзываются. И если наше направление жизни будет в этом, если наша жизнь будет направлена на то, чтобы найти, выявить тех Божьих приготовленных людей и также передать им именно слово об Иисусе Христе, передать им Евангелие. Потому что можно говорить, конечно, много об Иисусе, но важно, чтобы тот Иисус, которого мы передаем, которым мы проповедуем, чтобы Он действительно был Иисус Христос. И мы много слышали, может быть, мы много слышали и слушаем слово даже об Иисусе, но действительно ли этот Иисус, о котором мы слушаем, это Иисус, который является Христом? Как Иисус, когда спросил учеников своих, «За кого люди почитают меня?» Матфея 16 главе, когда ученики ответили, кто-то за Иоанна Крестителя, кто-то за кого-то из пророков, за Илью. То есть люди в церквах также, казалось бы, следуют за Иисусом, но они следуют за Ним, как просто ища благословений, ища каких-то, ища чудес каких-то, ища чего-то, как есть в церкви, как в движении мистицизма, очень сильно акцентное проставят. То есть они следуют за Иисусом, как тем, который дает исцеление, дает силу. Это правда, в Иисусе Христе есть это все, но нужно следовать за Иисусом, за Христом, и тогда все остальное это будет то, что будет прилагаться. Поэтому нужно не просто за Иисусом следовать, но следовать за Иисусом, который есть Христос, за Христом. И проблема в том, что как израильский народ, когда они упускали Евангелие, то есть упускали ту благую весть, которую Бог дал им сохранить и передавать другим людям, то проклятия приходили и к Израилю, на Израиль, и на другие народы из-за Израиля. Что значит проклятие? Это означает они отрезали себя, отсекали себя от Бога сами, то есть они сами входили, стали следовать Валу, Астарте, всем божествам каким-то и попадали в проклятие. Что это означает? То есть они оказывались вне благословений Божьих, будучи с Богом, следуя Слову Божьему. Это то, что является по сути жизнью в благословении, потому что Бог охраняет, Бог оберегает, Бог благословляет. Но если жить без Бога, вне Бога, то это и есть жизнь в проклятии. То есть это не Бог что-то делает плохое людям, это люди сами впадают в жизнь, когда разные трудности, разные проблемы, разные катастрофы приходят. И вот Израиль, точно так же и церковь сейчас, почему, как Израиль тогда, почему он приходил к погибели, почему следующее поколение приходило к погибели? Потому что они упускали Завет, то есть они упускали что? Что причиной, что Бог сказал еще тогда Адаму, что Бог говорил Аврааму, о том, что проблема этого мира — это проблема греха, это проблема то, что люди отошли от Бога, и нужно восстановить взаимоотношения с Богом, нужно восстановить, чтобы Дух Божий вновь был внутри нас и что придет Мессия, потому что это Бытие 3 глава 15 стих, когда еще Бог сказал, что пророчество о семи жены, который сокрушит дьявола в голову. И вот это то послание, которое нужно было передавать, что все люди в проблеме, в одинаковой проблеме. Но израильский народ не особенный какой-то народ, потому что они лучше, чем другие, а они просто избраны были, чтобы это сохранить и передать это другим людям. Но они себя обманувшись, опять-таки также дьяволом, они они себя считают, считали, и многие считают до сих пор именно избранным народом, самым лучшим может быть из других. И поэтому всех других народов не почитают даже Божьей. Иногда как за равных себе людей, потому что все мы согрешили, все решили славы Божьей, и праведного нет ни одного. Но миссия тех, которые христиане, то есть те, которые веровали в Иисуса Христа, которые имеют Дух Божий, может быть даже неверующие люди, которые не верят еще в Бога, они могут быть лучше даже в чем-то, может быть более добрые какие-то, или еще в чем-то, но мы, которые во Христе, мы получаем исцеление постепенно. И мы не собой хвалимся, а мы делимся Евангелием, делимся Словом Божиим и Христом с другими людьми. Вот это то, что должно быть, потому что это единственное решение всех проблем. Потому что все причины всего, что может есть на земле, либо исходят от дьявола, либо же исходят от Христа, от Бога. То есть все, что мы видим на этой земле, корнем всего, началом всего, исток всего, что мы видим, это либо же от Бога, от Христа идет, либо же это от дьявола, от Сатаны идет. Поэтому, чтобы предотвратить проклятие, чтобы предотвратить катастрофы, проблемы, которые исследуют, чтобы предотвратить это все нужно Евангелие. Но проблема в чем? Когда мы смотрим также пророка Сафонию книгу, первую главу, там говорится о причине, почему приходит разрушение Израиля и государства. То есть, когда падает церковь, точно так же в нашу эпоху, когда падает церковь, если церковь терпит неудачу, тогда все, государство терпит неудачу. если упустить Евангелие, то эпоха бедствий наступает как следствие. Почему? Потому что, если нет благовести, если нет присутствия Божьего в этом народе, если царство Божье не сходит на то место, то что будет? Тьма, хаос, и в итоге бедствия и разрушения. Вторая глава, когда мы смотрим, что за разрушением Израиля следует разрушение и других стран. Поэтому, если, поскольку Израиль упустил Евангелие, упустил проповедование, так как они не проповедовали эту благую весть на то время, не проповедовали другим народам, то они из-за этого постоянно впадали в проблемы и становились, попадали в рабство, попадали в колонию, постоянно вместо того, чтобы благовествовать, то есть передавать это послание, это духовное знание другим народам, они страдали всегда, воевали и сами попадали в уничтожение и в итоге были уничтожены. Почему? Не в итоге, по-моему, были много раз попадали в такие, когда они практически были только святой остаток действительно оставался, но как народ прекращали, как государство прекращали существование свое. Почему? Потому что они впадали, выдало поклонство. Поэтому мы с вами, например, посмотрите, в отношении от Кореи сейчас, почему Корея такая известная стала, церковь, и почему, как мы видим, и кей-пап, и кей-драма, и вся кей-культура, кей-как, английская кей, почему такая, казалось бы, маленькая страна имеет такое влияние на этот мир? это все, потому что Бог благословляет Корею, потому что Корея еще, в Корее есть пока церкви, которые и христиане, которые действительно выявили Божьи желания, которые живут таким образом, каким Бог желает, чтобы христиане действительно жили на этой земле, чтобы наслаждались тем, что Бог пребывает вместе, искали того, что угодно Богу, и проповедовали это Евангелие другим людям, искали возможность, как я через мою жизнь могу участвовать в деле Божьем, где мой удел, ищут, где мой удел, который Бог дал мне, ищут, как я могу то, что я делаю, сделать произведением духовным, чтобы моя работа соединилась с духовным, чтобы это то, что могло служить тому, чтобы люди вокруг меня могли узнать о Боге, и как жить так, чтобы после меня, после себя я оставил наследие, чтобы это не было не просто квартира, машина, или что-то еще, но чтобы это было то, что послужит моим детям, внукам, правнукам, и не только моим, но и другим, тому, чтобы они могли знать Бога, жить в благословении и передавать это также дальше другим людям. Если мы посмотрим, опять-таки, видите, Израиль, у них было семь раз они были попадали в разрушение, в проклятие такое. Когда это случалось? когда они не могли передать Евангелие следующему поколению. Когда следующее поколение, которое рождалось, которое появлялось, уже не знало того, что делал Бог, не знало дел Божих. Как это сказано было также в книге судей, судей 2 главе, 10 стихе, когда сказано, что «И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа, дел его, какие он делал Израилю». Важно, чтобы наши дети были теми людьми, которые также могли испытать Бога, чтобы мы могли наслаждаться благословением до тысячи родов, чтобы не было такого, как в Израиле, когда они упускали Евангелие, то есть упускали, кто они такие, свою идентичность, что мы народ избранный для чего? Для того, чтобы это передавать, хранить завет, хранить Евангелие, что придет Мессия, придет Христос, который решит духовную проблему, потому что все эти проблемы, которые есть, это все в коренях, это духовная проблема, и что нам нужно это передать другим народам, не просто хранить это и себе быть, у себя, что мы такие хорошие, мы такие лучшие, и Бог настолько любит все, и никто. Это все из-за этого, то, что они так вот мыслили, из-за этого они страдали, из-за этого проблемы к ним постоянно приходили, и до сих пор израильский народ, они не понимают, не все, конечно, но они не понимают, они ждут еще Мессию, которого они видят просто физическим Мессия, физическим, просто с физической точки зрения, то есть царем, правителем, который сделает их самым великим народом на этой земле, и поэтому они постоянно в состоянии войны не могут действительно полноценно наслаждаться благословением, которое Бог дает. Поэтому нам с вами точно так же нужно не материально смотреть, не жить, смотря материальными глазами. Нам с вами нужно, чтобы мы, наше следующее поколение, могло наслаждаться вот этим благословением. Посмотрите, также исход, 1 глава, 6 стих, о чем сказано, что Иосиф и братья его, и все поколение уже отошли Господу, и пришел фараон, пришел новый царь в Египте, который не знал также Иосифа, не знал всего этого, и Израиль в итоге также попал. Они стали в итоге рабами в Египте. то есть в чем причина, что такое случилось? Это означает, что завет не был передан. Вот 8 стих говорит именно об этом, что тот царь пришел, тот фараон, который уже не знал Иосифа. И израильский народ сам остался в той состоянии, то есть смотрите, как и в нашей жизни мы можем быть верующими, можем быть детьми божьими, но если мы упустим наше призвание, нашу миссию, что нам нужно делать на этой земле, то мы будем страдать, потому что мы будем в итоге служить не Богу, а будем жить как рабы дьяволу, то есть мы будем выполнять работу, которую хочет, мы выполняли дьявол, хочет, чтобы мы это делали. То есть это то, что приводит в итоге к погибели. И то, что мы с вами читали в 7 стихе Иисусе, 2 глава, 7 стих, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса Навина и которые видели все великие дела Господни, какие Он делал. И вот то, что мы с вами говорили, еще раз давайте вместе прочитаем это. И когда весь народ Он и отошел к отцам своим и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие Он делал Израилю. И что в 11 стихе там сказано, что тогда сыны Израилевы стали делать злое перед отчами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской и обратились к другим богам, богам народов. Они стали тех народов, которые окружали их и стали поклоняться этим. и то есть они оставили Господа. И поэтому проблемы, поэтому вот эти все проблемы, поэтому они сами вошли в проклятие. Поэтому благословляю всех нас, чтобы мы могли наслаждаться Господом, Богом сегодня, чтобы мы наши мысли превратили в молитву, чтобы мы могли приготовиться в той эпохе, которая наступает, чтобы мы могли передать завет детям нашим и всем следующему поколению, не только опять-таки мы говорим нашим детям физически, но вообще следующему поколению, чтобы потому что Бог мы видим, когда мы видим мы читали сегодня Сафония также, да, что Бог через остаток, святой остаток, Он всегда спасает эпоху, то есть само имя вообще, мы когда смотрим, смотреть, Сафония, это означает скрытый Богом, сокрытый, то есть тот, которого Бог сокрыл, чтобы потому что в то время когда те события, которые описываются в книге пророка Сафонии, это время, когда пришел злой царь, то есть тот царь, который уже не служил Богу, который вел Израиль уже продолжал вести в проклятие, и но даже в такой ситуации Бог оставляет, сокрывает остаток, которые действительно не погибнут, которые сохранят завет и которые смогут начав передавать этот завет, спасти эпоху, поэтому мы с вами мы также являемся тем святым остатком, которых Бог сохранил в каждой стране, поэтому давайте исповедуем я святой остаток в эту эпоху, поэтому и это не что-то как бы это то, чем нужно гордиться, конечно, но это не то, что мы гордимся, потому что мы какие-то особенные, из-за того, что мы какие-то лучше, чем другие, Бог избрал нас для того, чтобы мы были этим святым остатком, и нам нужно гордиться Господом, Богом, и гордиться тем, что мы действительно являемся чадами Божьими, но это не означает, мы в чем-то лучше других, нам нужно, но не означает, что мы имеем что-то, чего не имеют другие, и этим нам нужно делиться с другими людьми, имеющие свет, имеющие хлеб, особенно действительно являются человеком, когда нету света, человеком, который имеет свет особенным являются, так и мы с вами, люди, которые имеют свет, мы живущие во тьме, в духовной тьме, конечно же, мы с вами особенные, но эта особенность именно не из-за того, что мы такие, а потому что мы имеем этот свет внутри нас, поэтому также Третье Царство, посмотрим 19 глава 18 стих, что говорит Илия? Когда Илия сказал уже, что Господь, я уже один остался и уже жаждут души моей, поэтому Бог забери меня. Когда Ахав уже настолько поклонялся идолам, уже даже когда Илия пророков, которые пророк Пала победил их всех и все равно после этого он уже думал, что все, он один. Но Бог ему сказал тогда, что я оставил между израильтянами 7000 человек, которые не склонили к колене пред Вала и их устами не исповедовали ничего такого. Поэтому также Исаия 6 глава 13 стих говорится об святом остатке, которых сохранил Бог. И также Матфея 13 глава, когда Бог говорит о том семени, который упадет в землю и есть то, которое упадет в плодородную почву и которое принесет много плода в 36 и 100 крат. Вот это истинное благословение, о котором мы можем понять, говорить, 30 60 и 100 крат это не только то, что всегда о финансах говорят, что ты посей, дай Богу 100 долларов, а тебе потом будет 30 60 и 100 крат. Мы говорим здесь о духовных плодах. о том, что через такого человека, который является как тот святой статок, святое семя, которое Бог сохранил, через такого человека действительно придут к Богу другие люди и также это казалось бы, мы говорим о том, что нам нужно жертвовать своей жизнью, но нам нужно также не то, чтобы когда мы думаем жертвовать жизнью, как-то нам нужно правильное понимание об этом иметь. Жертвовать это не просто как бы жить как вот отреченным от себя полностью, то есть не думать ни о своем здоровье, ни о своем состоянии всегда либо же как, не знаю, отшельники жить там в монастырях каких-то, либо же полностью себя не жалея, всегда служить людям, но это не об этом, не об этой не такая жертвенность, служение людям правильно, но это не нужно ведь сказано в Писании, что возлюби ближнего как самого себя, нужно любить себя, но опять-таки в мире живут либо же эгоцентрично, просто любят только себя, либо же альтруистично, то есть полностью отрекаясь от себя, как, например, в буддизме, учение буддизма, то есть полностью избавиться от себя, то есть чтобы я перестал быть. И нам же что нужно правильно делать, жертвовать жизнью, жертвенности жить, то есть когда мы действительно ищем угодного Богу, когда мы ищем и делаем выбор, когда нам нужно что-то выбрать, мы получаем водительство Божие, потому что помогать нужно тоже правильно людям, получая мудрость от Бога и водительство Божье, не нужно за них, за людей что-то делать. Нам нужно быть теми, кто делится Христом с другими людьми, помогает людям принять Христа, быть со Христом, понять, кто такой Христос и помочь им обретать силу от Бога, чтобы не быть таким человеком, который всегда дает людям. Да, мы, источники благословения, мы даем, но нам нужно не просто делать людьми зависимыми от себя, нам нужно помочь им, как вот в примере с не давать рыбу, а дать удочку, научить ловить рыбу. То есть, это и есть принципы Евангелия, которые используются в бизнесе, используются везде, но очень часто и, к сожалению, не используются в церкви, потому что люди думают, а, я буду много чего хорошего делать, и я этим самым заслужу себе спасение. Спасение уже дано, спасение уже мы имеем. Нам не нужно заслуживать спасение, нам нужно просто делиться тем, что мы с вами имеем. Павел, он это точно понимал, Павел точно это понимал, и он даже специально шел в проблемы, шел в трудности, даже когда был в тюрьму, его арестовывали, в темницу бросали, он специально туда шел для чего? Потому что он вот это и есть та жертность, то есть даже иногда как безумие мы его называли, потому что они говорят, ты пойдешь туда, тебя поймают, тебя там побьют и арестуют, а он все равно шел, почему? Он сказал, я почитаю не почитаю ценным как бы свою жизнь, но хочу делать все то, чтобы это служило спасению других людей, служило Господу. Это особенно тоже благодать, и особенно служение, которое Павел делал, и мы благодаря этому имеем то наследие, которое он оставил, и тогда его жизнь стала как бы сама жизнь по себе произведением, потому что и то, что он оставил, это наследие большое для нас является. Все эти послания и Коринфянам, и Эфесянам, и Филиппийцам, и всем, всем, всем. Он смог повлиять на то время на окружающих его людей. Так мы с вами также, если будем такой жизнью жить, мы будем наслаждаться благословением. таким. Но не означает, что мы будем побиты или в тюрьму брошены. Но даже если такое будет, то Бог нам даст особенную благодать превзойти это все. мы, когда смотрим на Ветхий Завет, особенно нам нужно с вами понять вот эти моменты, кто такие святой остаток и что есть действительно настоящим сокровищем, что есть, является действительно ценным. и есть люди, которые могут быть, что действительно есть сокровищем, это души людей. И эти сокровищем могут быть даже в тюрьмах. Люди попадают в тюрьмы, бывает то, о чем мы говорили. Павел, почему он шел в тюрьмы? Потому что он знал, там тоже есть приготовленные люди, как и были страж, там был и военный, и также страж, тюремный страж, и Анисим, он также встретил ученика там, то, о чем послание даже есть к Филимону про Анисима он просит. Поэтому он всегда искал того, что может послужить больше всего Божьему царству, проповедованию. И Бог его по-особенному также и благословлял, конечно же. Поэтому римлянам также 16 глава нам говорит о тех людях, которые, когда он приветствует, в этом послании, там столько-столько людей, которых Бог дал ему благословение встречи, с которыми которых Бог выявил. Поэтому мы с вами являемся теми людьми, тем святым остатком, которые получили благодать Божью, и Бог нас призвал именно в эту эпоху, именно в это время. и мы с вами если мы думаем, что мы вот если посмотрим, давайте, Сафония, Сафония, 3 глава, 12 стих, когда Иисус говорил, что блаженный нищий духом, то есть бедный духом, 12 стих там сказано, оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. То есть мы бедные духом, это означает те, которые нуждаются в духе Божьем, в духе Господнем, которые осознают, как Павел говорил, в немощи Мои, я силен. И поэтому вот мы с вами должны осознать, что действительно если мы будем думать, а я сильный и так, то есть те люди, которые думают, что я и так сильный человек, сильный духом, то обычно такие даже люди, которые полагаются на себя и сильные духи, все равно приходит в момент в жизни, когда может надломиться человек. Есть такие события происходят в жизни, которые ломают даже самых сильных духом, сокрушаются даже такие. Поэтому не нужно ждать такого момента, когда придет что-то в мою жизнь, когда я сокрушусь в духе Моем. Это если люди вокруг нас есть, то нужно молиться за таких тоже людей, но нам с вами нужно... В этом ничего постыдного нет, когда мы говорим, что мы бедные духом, духовно бедные, потому что это так и есть, ведь мы же нуждаемся в плодах Духа Святого. Нам важно, чтобы Дух Святой был в нас, чтобы мы наслаждались плодами Духа Святого. 13 стих, посмотрим, давайте, 3 глава. Сафония сказано, остаток Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах языка коварного, сами будут пастись, то есть, слушать Слово Божье и наполняться Духом Святым, и никто не потревожит их. Нам важно, чтобы мы плоды Духа Святого имеем ввиду в нашей жизни, и любовь, и мир, и радость, и благость, и долготерпение, и кротость, и смирение, и этим всем делились с другими людьми. Вот это то, что желает Бог, чтобы мы с вами наслаждались защитой Господней. На что мы полагаемся? На кого мы полагаемся? Не нужно полагаться на людей. Не означает, не нужно доверять людям и что-то, но люди на взгляд только казалось, они, кажется, хотят казаться сильными, но даже когда хотят, все равно иногда не могут. Нам нужно полагаться на Бога, доверять Ему и искать силы от Бога, искать силы Божьей. И нам с вами нужно стремиться также быть такими людьми, искать благодати Божьей, быть теми людьми, о которых говорит Господь, которые не делают зла, не угут, которые никого не боятся. А чего нам бояться? Нам не нужно бояться ничего, потому что кто за нами? За нами есть Бог, Бог силы. который нас защищает и Он действует через нас. Вот это все процессы, наша жизнь. Вот это, посмотрите, как Израиль, когда они сразу в Ханан пошли, они шли через пустыню в течение 40 лет. Но нам нужно, вот это все процесс, нам нужно не привязываться к процессу, потому что потому что наша жизнь, определенный момент, период нашей жизни, это как бы это все процесс. Мы идем к чему? Как израильский народ Шоу Ханан, то есть мы идем к тому, чтобы совершилась евангелизация мира, чтобы Слово Божье до края земли было проповедано. То, о чем и сказал Иисус, что идейте ко всем народам, 28 главе Евангелия от Матфея, научите их всему тому, что я вам учил, крестите их во имя Отца и Сына и Духа Святого, учите их соблюдать все то, что я поверил вам. И потом, Деяния 1 глава 8 тоже стих говорит, что вы будете мне свидетелями. Вот наша жизнь, это все процесс того, чтобы совершилась евангелизация мира, потому что, когда сказано Матфея 24 глава 14 стих, что когда будет Евангелие проповедано по всей вселенной, тогда придет конец, когда все, кто предназначены ко спасению, когда все. Когда войдет, также сказано было полное число язычников, то есть когда все те люди, которые должны родиться, которые родятся, которые все, которые услышат, слово услышат и которые предназначены Богом ко спасению, войдут в спасение, то есть станут теми с людьми, через которых будешь совершать служение. Поэтому Не обманывайтесь процессом. Не обманывайтесь, когда какие-то проблемы приходят, потому что проблема всегда есть. Если вы с Богом, если вы идете, как израильский народ, когда следовал за столпом облачным и столпом огненным, то ничего страшного не будет. И Бог все даст, все, что необходимо. Ищите прежде Царства Божьего, и все остальное приложится. И тогда 3 глава, 17 стих. Господь, Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. «Возвеселиться о тебе радостью, будет милости в полюбви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Еще раз давайте провозгласим это, прочитайте вместе. «Господь, Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милости в полюбви своей, и будет торжествовать о тебе с ликованием». Давайте жить той жизнью, когда будет ликовать о нас, когда будет радоваться Бог, смотря на нас. А когда это будет? когда мы будем хранить в своем сердце завет, что нужен только Христос. Будем искать только Царство Божие. И будем наслаждаться силой Духа Святого. Потому что мы станем свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой, 1 глава, 1 Деяния, 1 глава, 8 стих. Поэтому пора возгласить еще раз. Я являюсь святым остатком. Я есть тот святой остаток, которого Бог сохранил, которого Бог оставил для того, чтобы через меня, через мою семью, через нас спасти эту эпоху. Поэтому я являюсь тем, который, а святой остаток, тот, через которого этот завет передастся, и тот, через которого будет спасено следующее поколение и целая эпоха. Поэтому не обманываемся дьяволом, как мы еще раз говорим, проблема — это шанс получить, это возможность получить ответ. Потому что у Бога всегда есть решение на любые проблемы. Конфликт — это тоже возможность обновиться. Кризис — это также шанс для того, чтобы сила Божья проявилась. Поэтому давайте наслаждаться благословением этим. Прославим также Господа. Я являюсь святым остатком. И также давайте помолимся, чтобы Евангелие восстановилось в моей жизни. И то Евангелие, которое несет исцеление эпохи, чтобы я мог наслаждаться этим, чтобы то движение Слова Божьего, которое началось в горнице Марка, продолжилось в моей жизни также. Чтобы мой дом стал также той горницей, как горница Марка, где собираются ученики, где собираются люди, прославляющие Бога, и каждый день пребывающие в Слове, в любви Божьей, как описано в книге Деяний 2 главы. Чтобы мы стали той церковью, которая останавливает эпоху бедствий, эпоху проклятий. Мы остались людьми, которые ставят после себя также следующее поколение верующими и служащими Господу. Давайте помолимся об этом.